Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Всех приветствую, вновь пришедших. Всех приветствую, тех, кто уже давно со мной. И сегодня у нас такая очевидно-неочевидная тема. Вы на канале «Почувствуй себя снова хорошо». И сегодня, друзья, мы с вами в прямом эфире говорим о причинах, о возможных причинах мигрений. Серьезные мигрени, серьезные состояния приступов такие. И что может быть действительно причиной, как снимать боль. Может вам подсказать любой там невролог, да? Не любой. Не любой. Но о состоянии. Почему так, как так? Давайте разбираться и немножко вникать в природу этого состояния. Буду делиться откровенно. Вы меня знаете уже достаточно давно. И знаете меня как клинического психолога, знаете меня как биохакера. Будем разбирать сегодня структуру. Почему нет такого состояния, как вот просто мигрень. Мигрень связана с несколькими моментами. Первый момент, на который вы должны обратить внимание. Это печень желчный. Эта работа супер важна. Почему? Потому что от этого зависят условия усвоения жирорастворимых витаминов, которые важны для мозга. Для мозга также будут важны магний. Если начинается мигрень, может быть грубочайший дефицит В2, В3, В1. Об этом не все говорят, но это очень важно. И конечно же кальций, калий, магний. Просто важны как переключатели для мозга. Но самостоятельно вносить, если есть, например, каналопатия какая-то печеночных канальцев, это нельзя. Но можно под наблюдением специалистов. Также мигрени бывают от переработки. И они бывают от нарушения кровоснабжения. Соответственно, у вас должен быть оптимально удобный режим, где вы должны и сидеть, и удобно стоять, и удобно вам должно быть дышать. Все, чтобы кровоснабжалось хорошо. И от этого критически все зависит многое. Далее, мигрень, о которой вам многие рассказывают. С чем она также связана? Друзья, вам никогда не говорили, что мигрень часто связана с паразитозом? А я вам об этом расскажу. И это достаточно прямое наблюдение личное. У людей, у которых нет нормальной симбиотической флоры, плохо работают верхние органы, желудок, кишечник, желудок, желчный, печень. Идет грязная кровь и поступают токсины из низа вверх. Соответственно, мозг работает в нагрузку и получается внутреннее самоотравление. Может поступать аммиак, ртуть, внутренние токсины. Поели рыбу, не усвоили, получили токсикоз. Что я вам для этого рекомендую, чтобы у вас было все хорошо? Во-первых, друзья, читайте мой инстаграм. Это бесплатный вам помощник. Ссылки я оставляю. И там многие вопросы ваши разобраны. От мигрени, запора поноса до панических атак, гипотириоза и чего только там нет. И передовые методы. Как с этим справляться? Но мы помним, что не навреди. То есть, если состояние серьезное, вы должны обратиться к врачу. Плюс, друзья, если есть действительно мигрень, то я как человек, который раньше, лет 5 назад имел постоянно такое состояние, обратила внимание вот на что, как я сказала, симбиотическая флора, работа всех верхних органов оптимальная. Плюс, друзья, это минерально-витаминная поддержка. Мигрень часто связана с тем, что мозг недополучает кофакторов в жизни, для жизни важных, понимаете? Ну, то есть, не хватает мозгу для работы. Соответственно, вам важно, друзья, получать витамины и минералы, которые участвуют в более миллиона процессах, которые не только строят, но и нормализуют работу других органов. Плюс, друзья, вам очень-очень важно, если у вас есть хронические мигрени, заняться очищением лимфы, заняться очищением микробиома, заняться очищением кишечника. Это не значит, что сидеть на фруктах, зеленых смузи и соках. Это можно делать исключительно под наблюдением и под сопровождением, да? Иначе начнется тоже непонятно что. Лучше это делать в каких-то санаториях. В других случаях я вам рекомендую наладить работу желчного кишечника. Тут все, в моих постах много, что указано бесплатно. Плюс, вы можете получить комплексы поддержки. Это ферменты, лецитин, холин, энзимы, которые будут абсорбировать пищу. И, конечно же, пробиотики и пребиотики, которыми вы будете населять своих дружественных бактерий. Только таким образом, друзья, будет строиться оптимальная работа вашего организма. И вы будете получать максимально нужную и полезную для себя информацию клеточную. И мигрени ваши прекратятся. Что я вам рекомендую? Я вам рекомендую обратить внимание на таурин в своем рационе и также, возможно, в БАДах. Я вам рекомендую заняться ощелачиванием. Но не так, что вы ощелачили так, что у вас, где кисло должно, везде щелочно. Это я шучу, конечно, но есть такие люди, фанатики, как говорится. Они послушают, что-то там кто-то им расскажет про пользу овощей и фруктов. И они сидят и грызут эту морковку сутками. Это, конечно, здорово, но не надо доходить до абсурда. Второй момент – это, если есть мигрень, мы с вами учимся расслабляться при помощи солей и при помощи ванн. Самая важная и полезная информация есть в моем блоке. Мигрень бывает связана, друзья, с тем, что есть много интоксикации. И здесь вам может помочь слабый раствор хлорофила, который будет… Ну, вы не знаете, где у вас там тяжелые металлы застряли и там, что там, что происходит прямо сейчас, надо помочь себе. Немножко раствор хлорофильчика добавили, но не такой неядреный, а, конечно, осторожненько его пропили. Вот таким образом нужно работать. Информация по здоровью ЖКТ у меня уже стартует новый курс. И он стартует буквально через неделю. Кто хочет, присоединяйтесь. В этом проекте вы сможете очень много для себя открыть. Вы понимаете, под словом «Здоровье ЖКТ» мы будем рассматривать вопросы от, грубо говоря, гормональных проблем до психосоматических состояний. Почему психосоматических? Потому что при нарушении работы какого-то органа, системы у вас психологически это откликается очень-очень сильно. Продолжение следует...